Салют! Вы смотрите ТОП 5 ДАЙ 5 и это ваш любимый видеоблогер Ли Кей. И сегодня я расскажу о 8 изобретениях, которые раньше всех в мире изобрели именно в Советском Союзе. Лего, 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 лего! Боу, факт! В 1941 году в лаборатории магнитных волн Всесоюзного научно-исследовательского института мясной промышленности была разработана первая в мире СВЧ-печь. Специальная установка использовала токи ультравысокой частоты для разогрева мясных продуктов. На приготовление окорока у первой в мире СВЧ-печи уходило всего 15-20 минут вместо 5-7 часов по прежней технологии. В Соединенных Штатах первый патент на микроволновую печь был выдан лишь спустя 5 лет, в 1946 году. Первый в мире пилотируемый космический корабль «Восток-1» был разработан группой советских ученых во главе с Академиком Королевым. Именно на этом корабле 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в мировой истории полет человека в космос. Во время этого знаменательного полета первая модель серии кораблей «Восток» совершила лишь один оборот вокруг Земли за 108 минут. Следующая модель «Восток-2» с Германом Титовым на борту сделала 17 оборотов вокруг Земли, принеся в копилку СССР еще один рекорд – первый длинный полет человека в космосе. Также Титов по сей день является самым молодым космонавтом в истории. На момент полета ему было 27 лет. Спутник-1 – первый искусственный спутник Земли, разработанный в СССР. Как и серия кораблей «Восток», особым конструкторским бюро Академика Королева. Первый запуск произошел в октябре 1957 года с космодрома Байконур. Длительность полета составила ровно три месяца. Космический аппарат выглядел как шар, достигающий в диаметре 58 сантиметров. Конструкция дополнялась четырьмя антеннами для передачи сигналов. На 315 секунде после запуска произошло отделение спутника от ракеты, и тут же его позывные смог услышать весь мир. Дата запуска спутника-1 является началом космической эры человечества. Первая в мире атомная электростанция была запущена в 1954 году в городе Обнинске Калужской области. Станция была оснащена одним уранографитовым канальным реактором с водяным теплоносителем. Создание первой атомной электростанции было также первым в мире примером применения атомной энергии в мирных целях. Спустя два года после запуска станция стала открытой для советских и зарубежных делегаций. И десятки тысяч экскурсантов со всего мира посетили Обнинскую АЭС, что способствовало изменению взгляда людей на атомную проблему. В 1937 году студент-медик Владимир Петрович Демихов продемонстрировал возможность поддержания кровообращения в собачьем организме за счет насоса из пластика, который запускался электродвигателем. Собака прожила с первым искусственным сердцем в истории медицины целых два часа. В будущем Демихов станет одним из пионеров трансплантологии. Так, в 1946 году он впервые совершает гетеротопическую пересадку сердца в собачью грудную полость, а также одновременную пересадку легкого и сердца у собаки. Первый лазерный генератор изобрели советские ученые Таунс, Басов и Прохоров в 1954 году. Квантовый микроволновый генератор на аммиаке появился спустя почти 40 лет после того, как Альберт Эйнштейн предсказал существование вынужденного излучения, которое является физической основой любого лазера. За первое в мире практическое получение лазера изобретатели получили Нобелевскую премию по физике 1964 года. Первая в мире водородная бомба, пригодная к практическому военному применению, была разработана группой ученых под руководством Андрея Сахарова и Юлия Харитона. Работы по созданию бомбы начались еще в 1945 году, но испытание бомбы прошло только в 1953. Параллельно с советскими учеными разработку собственной термоядерной бомбы вели американцы, однако группа Сахарова и Харитона добилась первенства в этой гонке. Помимо самого факта создания первой водородной бомбы, при разработке также впервые в мире было использовано сухое термоядерное горючее, что являлось серьезным технологическим прорывом. Во время испытаний мощность взрыва бомбы составила 400 килотонн. Здания и другие конструкции в радиусе 4 километров были полностью разрушены. В 1930 году советский хирург и ученый первым в мире применил в клинике переливание фибринолизной крови, то есть крови уже умершего организма. Дело в том, что после смерти носителя кровь теряет способность к свертыванию и становится жидкой, то есть фибринолизной. У такой крови есть ряд преимуществ. Она не требует добавления стабилизатора для хранения, ее целесообразнее применять при переливании больным с повышенным тромбообразованием. Количество побочных эффектов после переливания такой крови сокращается почти наполовину. Фибринолизная кровь позволяет производить переливание в больших объемах без смешания крови различных доноров и так далее. До Сергея Юдина никто в мировой практике не решался применять кровь мертвого организма для переливания. Поэтому его эксперимент стал прорывом для мировой практической медицины. И это были 8 первых в мире изобретений советских ученых. Понравилось видео? Тогда ставь лайк, подписывайся на канал, не забывай нажать на колокольчик. А также предлагаю посмотреть себе топ-5 русскоязычных ютуберов, которые живут за границей. И как Юджин против бомжа отвечает на школьные вопросы.